Хорошо, у нас пятнадцатое и шестнадцатое занятие, и мы с вами продолжаем в книге притчи. Это предмет книги мудрости. Знаете, я даже не знаю, или у нас сегодня будет два занятия по притчам, и на следующем занятии мы к экклесиасту. Знаете, знаете, что я хочу сказать? Такие предвкушения от книги экклесиасту, я не хочу сказать, что книга мудрости так себе, но экклесиаст грядет там очень хорошо. Давайте помолимся, дорогой наш Господь Иисус, благодарим Тебя за Твое присутствие здесь с нами, мы собраны во имя Твое, мы ожидаем, что Ты будешь наставлять нас глубоко в наших сердцах, и спасибо Тебе за мудрость, сходящую свыше. Благослови нас, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы с вами остановились на восьмой главе. Итак, восьмая и девятая главы. Здесь говорится о премудрости как о имени личном, то есть это как бы живая личность. И здесь мы с вами прочитаем и ее обращение. Можно сказать, что это более широкое обращение, нежели в книге притчей, первая глава, там мы тоже видим, что премудрость возглашает на улице. Но вот мы с вами начинаем восьмую главу. И также видим, что премудрость опять поднимает свой голос. Аминь. Кто, вы помните, да, что есть премудрость, которая сходит свыше, есть мудрость, которая идет снизу. Значит, премудрость, мудрость, входящая свыше от Бога. И ею царь и царствует. Ну ладно, мы дальше посмотрим. А мудрость, идущая снизу, это можно сказать, с праха, с преисподней. Она мирская, душевная и бесовская. Мы с вами увидим здесь, в этой седьмой, восьмой и девятых главах, и ту, и другую. И обе мудрости взывает. Давайте начнем. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Давайте отметим у себя. Когда вы видите слово «разум», это означает способность к мышлению, способность к рассуждению, способность осмысливать ту или иную истину. Эта способность есть только у человека. Я понимаю, конечно, у ангелов она тоже есть, но мы говорим с вами о жителях земли. Эта способность есть только у человека. Человек был сотворен по образу и подобию Божьему. К человеку Бог обращается через слово, и у нас есть общение. Слово – это просто невероятный дар для человека. И также Он дал нам способность и разум. В нашем разуме мы с вами способны принимать информацию, размышлять над ней, рассуждать над ней и на основании ее производить какие-то действия или не производить никаких действий. Давайте мы с вами на мгновение, на мгновение, в послание к римлянам. Перейдем в первую главу, послание к римлянам, первая глава, начиная с девятнадцатого стиха. «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Что здесь говорит Господь? Он говорит, что «я дал вам разум». И в этом разуме вы можете смотреть на мир, который я сотворил, размышлять над тем, что я сотворил, как здесь все взаимодействует и сделать правильный выбор в отношении того, что Бог это все создал и Он есть. Итак, восьмая глава, разум тоже взывает. Итак, премудрость взывает, и разум возвышает голос свой. Второй стих. «Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город». Не забывайте, в контексте Писания место у ворот при входе в город – это место городского собрания. Помните, Самсон взял и ворота унес, помните, да? Значит, я думал, что он глупость сделал, ну, это самое, что это такое, но на самом деле он унес, он отнял место собрания, отнял место совещания. Помните, Ваос, когда в четвертой главе захотел приобрести поле у Наимень и, значит, и насчет Руфи договориться, то он вышел к старейшинам, которые сидели у ворот. Помните, да? Итак, не забудьте, что место ворот – это место, где принимается решение, где собираются старейшины. Это вход в город, там все происходит. У римлян – это кардио, это центр. В центре все происходит, но у евреев – это ворота. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческий голос мой. Научитесь неразумной благоразумию и глупой разуму. Здесь мы с вами видим, что неразумные могут научиться благоразумию, если захотят. Правильно, да? И глупые могут научиться разуму, если преклонят свое ухо. «Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливые, и нет в них коварства и лукавства. Все они, как мне нравится это, все они ясны для разумного и справедливые для приобретших знаний». Еще раз повторю, все слова мои справедливые, нет в них коварства, лукавства, все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знаний. Это означает, что люди могут понимать эти вещи, они могут понимать и, образно говоря, мотать на ус. Десятый стих. «Примите учение мое, а не серебро, лучшее знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Вы не забыли, что книга притчей для практической жизни? Это наша практика, это день за днем, это наше рассуждение. И здесь премудрость говорит, что «я лучше всего, лучше жемчуга, лучше золота, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Я имею в виду вообще ничто из желаемого не сравнится. Я имею в виду ничто из желаемого, что можно пошелать в своей жизни, не сравнится с премудростью. Дальше. «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидеть зло, гордости, высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. 15 стих. «Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду, мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли». Я вас хочу спросить, чтобы царствовать, помните, дедушка Ленин сказал, что государством может управлять кто? Кухарка, да? Значит, туда ему и дорога, а здесь нужна мудрость, чтобы царствовать. Мы с вами видим, чтобы царь царствовал, ему нужна мудрость. Чтобы начальники начальствовали, нужна мудрость. Чтобы вельможи и судьи земли, они произведели свое действие, нужна мудрость. 17 стих. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого». Видите, как убеждает мудрость, что у меня лучше все. «Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю». Кто наполняет сейчас сокровищницы? Я имею в виду, обычно человек наполняет свои сокровищницы. Правильно, да? Он суетится, об этом мы поговорим в книге «Экклесиаста». Он суетится, накапливает себе сокровища, но здесь другой принцип. Мудрость говорит, если вы будете слушать меня, то что я, давайте еще раз, во-первых, я доставлю вам существенное благо, и я наполню ваши сокровища. Это не я наполню мои сокровища. Это что? Она сделает. Она наполнит мои сокровища в той мере, в которой Бог сочтет для меня подребным. Аминь. И также мы с вами сегодня поговорим. Это она сделает. И обратите на вот это слово «доставить существенное благо». Затметьте себе. Слово «существенное» – «настоящее». То, которое не исчезает. Это не снег, который растает. Кстати, видели, да, что быстро растает снег. Это, знаете, не песок, который ветер рассеет. Это существенное благо. Настоящая прибыль, которая не протечет сквозь наши пальцы. Это настоящее сокровище, которое дает Господь. Это существенное благо. Это мммм, это мое. Это на моем счету духовном. Аминь. Это в Царстве Божьем. Это на моем счету. И Господь хранит это. Это существенное благо. Я хочу иметь не быстрый навар. А какое? Существенное благо. В притче также говорится, что тот, который спешит разбогатеть, что не останется, не наказано. И там же дальше говорится в 23 стихе, что если ты гоняешься за богатством, то оно сделает крылья себе и что? И улетит. Но здесь премудрость говорит, я тебе существенное благо. И вспоминается, знаете, что проповедь про эффективность. Помните, да? О, это эффективные сокровища. Это эффективные благословения, которые будут только размножаться, а не съеживаться, как тухлое яблоко. Дальше идем. Существенное благо. Итак, здесь премудрость о себе говорит. Здесь, кстати, это Сын Божий говорит о себе, что он был еще до того, как все было сотворено. Господь имел меня началом пути своего. Помните, Евангелие от Иоанна, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Здесь также Господь говорит, Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих. Исконие это означает в вечности, прошлом. От века я помазана, и от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны. Бездны – это водные бездны. Когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Когда еще он не сотворил ни земли, слушайте, ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Знаете, что ученые уже из этого стиха могут сразу понять, что есть поля, которые образуют. Например, у Земли есть вращение, это ее поля. И даже у других планет, это поля, они как бы ни на чем подвешены. Вы согласны, да? И также здесь написано «пылинки Вселенной». Это атомы, это нейтроны, это протоны, потому что мы сейчас уже знаем, как их называют. Дальше. Когда он уготовлял небеса, я была там. А Иов был там? Нет, не был. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. По этому стиху мы с вами можем четко понять, что земля круглая. Круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не переступали пределов его, как когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время. Иными словами, премудрость говорит о себе, что без меня бы такой земли и такого творения, которое мы видим, не было бы. Господь имел меня началом всего этого. И, конечно же, это Христос. «Итак, я радовалась пред лицом Господа», 31 стих, «веселясь на земном кругу его, и радость моя была с кем?» Что читаете? «С людьми, да, с сынами человеческими. Не с животными, с сынами человеческими. Радость моя с вами, с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих». Вот этот вот образ «стоять на страже у дверей» – это, знаете что, помните, в книге «Есфирь», где мудрецы собирались во главе с Мардахеем? Помните, да, где они сидели? Они сидели у ворот замка царского, царского дворца. Они все сидели там. Почему? Потому что они ожидали, с какой вестью и с каким посланием отворяются двери и выйдет глашатый. Понятно, да? И они сидели там, чтобы не пропустить того, что происходит в царстве. Это стоять на страже у ворот. Здесь также мудрость говорит, тот, кто стоит на страже моих дверей и который ожидает то, что когда я буду говорить и сразу услышать, этот человек очень правильно поступает. Дальше, 35 стих. «Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающие против меня наносят вред душе своей, все ненавидящие меня любят смерть». Давайте перейдем в девятую главу сразу. Здесь идет продолжение. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его». Кто-нибудь когда-нибудь слышал, какие столбы? Может быть, в проповедях «Семь столбов». Вы знаете, лучше всего мне нравится такая версия. «Семь столбов завершенной работы». Запишем? Давайте запишем. Итак, Божий план по сотворению мира. Божий план по сотворению мира. Следующее. Рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Это у нас второй, да? Рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Следующий столб. Это крещение Иисуса Христа и Его служение на этой земле. Крещение Иисуса Христа и Его служение на этой земле. Следующий столб. Его смерть на кресте. Его смерть на кресте. Смерть на кресте. Сколько уже? Четыре. Все правильно. Его воскресение. Его воскресение из мертвых. Кстати, скоро Пасха у нас. Аллилуйя. Его воскресение на третий день. Следующее. Его вознесение. Вознесение на небеса, где Он сейчас находится. И также Его второе пришествие и Его царство. Его второе пришествие и Его царство. Это семь столпов завершенной работы. На них все стоит. Стоит на плане Божьем, чтобы Бог решил сотворить небо и землю. Стоит на том, что Сын Божий пришел на землю, чтобы родился как человек. Это воплощение Иисуса Христа. Так же, что Его служение здесь, на этой земле, в первом пришествии. Его смерть и воскресение, вознесение и грядущее царство. Итак, мудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его. Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Итак, выстроила, построила дом. Этот дом стоит на семи столбах. Дальше, жертва заколота, растворенное вино и приготовила у себя трапезу. Итак, что это? Накрыт стол. Для кого? Для нас с вами. Этот стол накрыт премудростью или Христом. Дальше, третий стих. И послала... Кстати, когда... Помните, Гмелхиседек выходил тоже с хлебом и вином. Помните, да? Чтобы встретить Авраама. Здесь тоже у нас, мы видим с вами, приготовила трапезу, это хлеб, и там и жертва, и там и вино. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. Искуда умному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное. Вы знаете, когда Иисус был на этой земле и ходил среди людей, Он всячески привлекал людей к себе, к слышать Слово. Потому что Он сразу сказал, что здесь тот, кто больше Соломона. Это сам Бог пришел на землю. И мы с вами видим, что когда везде, где Он находился, Он учил и делился мудростью. Аминь. Будь то в доме у фарисея, будь то в горах, будь то на лодке, когда Он отплыл на Галилейском море, будь то по дороге в дому начальника синагоги Иаиру, будь то, значит, по дороге через Самарию или в Иерусалиме, везде, где Он находился, Он учил. Это была Его миссия, как пророка, который прорекает Слово. Он везде учил. Одним говорил притчами, ученикам своим потом объяснял. Но факт тот, что Он везде наставлял своих людей. И это было наставлением мудрости. И все, кто хотели, они приходили. Аминь. То же самое мы с вами здесь видим, что мудрость построила дом, накрыла стол и приглашает. Приходите и садитесь за стол. Вы знаете, я также вспоминаю... Как у вас дела? Вы со мной? Да? Нет? Хорошо. Я также вспоминаю вот эту притчу Иисуса Христа. По-моему, это 22 или 23 глава Евангелия от Матфея. Там сказано, что один господин приготовил брачный пир для своего сына. Помните эту притчу, да? И позвал звать званых. И вы знаете, никто из званых не пришел. И я вот в сердце моем так подумал. Это все, что нужно было, это прийти просто на пир. Вот скажите мне, пожалуйста, в каком случае вы не хотите идти на пир? Когда вы знаете, что там великолепная еда. Черная икра, красная икра, баклажановая. Я не знаю, поечки-почки зайчьи верченые. Там эти чьи, сущучьи головы, с чесноком. Там все замечательно. В каком случае вы не хотите пойти на этот пир? Работать не требуется. Уголь разгружать там, я не знаю, что. Подметать там, убирать. Придите на пир. И вы представляете? И не захотели. И не захотели. Знаете почему? Потому что им не нравится тот, кто приглашает. Это первое. Им не нравится тот, кто выходит, то есть женится, брачный пир с сына его и его невесты. И не нравятся, знаете кто? Те, которые придут на этот пир. Только в этом случае я могу отказаться. Знаете, меня зовут на пир. Пир горой. Я знаю, что там все будет здорово. И я туда не иду. Странно? Странно? И я туда не иду. Я туда не иду. Почему? Да потому что мне не нравится тот, который пригласил меня. Только эта причина может оказаться действительной. И там в другой притче написано, что один говорит, не, 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 я волов купил. Второй говорит, я женился. Третий говорит, я землю купил, квартиру купил. Не приду. Вообще-то это, как бы сказать, нерационально даже не прийти на пир приготовленный, где от тебя ничего не требует. Просто приходи и раздели радость вместе с тем, который приготовил этот пир и с тем, который на этом пиру будет главным. И не пришли. И потом послал он служителей своих по улицам, по площадям. А они и пришли. Они все пришли. Да, они все пришли. И наполнился дом возлежащими. Все пришли. Представляете, да? И Господь говорит, что мало, а много званных, но что? Но мало избранных. А избранные это кто? Это те, которые пришли. То же самое в отношении Царства Небесного и спасения. Много званных сейчас на этой земле. Много Господь зовет через Евангелие благодати. Я думаю, что много зовет. А кто избранный? Да тот, кто вошел. Аминь. Я вошел. Здесь дверь у меня. На ней написано веру в Иисуса Христа и спасешься. Я вошел в эту дверь. Оборачиваюсь. А здесь написано, ты избранный. Званных много? Много. А избранные кто? Те, которые придут. Те, которые войдут на пир. И я подчеркиваю, на пир войдут. А не те, которые стоят на торжище и ждут, пока их наймут. Вы со мной? И здесь то же самое. Значит, премудрость взывает и она привлекает за стол. Идите и ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите и ходите путем разума. Итак, эта премудрость взывает с небес. Аминь. Приходите. Есть еще одна премудрость, о которой мы сейчас прочитаем. Это уже тринадцатый стих. Вы знаете, здесь такое описание интересное. Женщина безрассудная. Премудрость тоже женского рода, да? Это здесь, например, женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая. Как вам характеристики этой мудрости? Женщина безрассудная. Мне нравится, шумливая. Да? Вам тоже нравится, да? Понимаете, о чем речь идет? Сейчас малое количество народу может поднять такой шум. Один процент из людей может поднять такой шум, так взорвать интернет и манипулировать общественным мнением. Аминь. И эта мудрость, она шумная, она шумливая. Какая еще? Глупая, ничего не знающая. Она тоже садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города. Значит, она тоже дом построила? Тоже построила. Она садится у дверей своего дома. И тоже она не пассивна. Она тоже активна. И она призывает. Давайте дальше прочитаем. Садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. Слушайте, мы, по-моему, тоже самое читали. И здесь, кто неразумен, обратись сюда. Четвертый стих, это мудрость. Она говорит, кто глуп, обратись сюда. Итак, глупые или сюда обращаются, или куда, или туда обращаются. Итак, кто глуп, обратись сюда. Искуда умному, сказала она. Воды краденые какие? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Воды краденые, сладкий и утаенный хлеб. Что? Приятен. Восемнадцатый стих. И он, то есть тот, который идет к ней этим путем, он не знает, что мертвецы там. И что в глубине, в глубине преисподней званой ей. Итак, мудрость с небес зовет и говорит, садитесь за мой стол. Но в то же самое время другая мудрость зовет, садитесь за мой стол. Помните эту притчу Иисуса Христа? Ой, сегодня первое занятие, это книга притчи. Я имею в виду и притчу Иисуса Христа. Помните, что Господь, Господин сказал, когда посеяли плевелы? Помните, пускай растет то и что? И другое. А служители говорят, давай пойдем выдергаем прямо сейчас. Он говорит, нет. Пускай растет и то, и другое. Слышится сегодня мудрость вот с этой стороны? Слышится. И также Божья премудрость говорит? Говорит. Представляете, да? И та, и другая, она говорит. И Господь говорит, вот так. Я бы мог сказать, Господи, вот это и заткни рот. Хорошая мысль? Заткни, чтобы ее не слышно было. Чтобы она себе людей не привлекала. А Господь говорит, нет. Пускай растет и то, и другое. Пускай, говорит и она. И пускай, говорит мудрость свыше. Потому что человек выбирает. Человек есть любовь. Пускай человек выбирает. Если он сочтет, если он сочтет в нужном прийти и сесть за стол мудрости, сходящей свыше, он придет. И там жизнь. Но если он выбирает мудрость другую, он тоже придет туда. Но там смерть. И в преисподней званной ею. Мы с вами сидим здесь, у ног мудрости, сходящей свыше. Я вас поздравляю и отпускаю на перерыв. Аминь.